ВОЕННАЯ ОБСТАНОВКА В СИРИИ 19 января 2017 года Министерство обороны России заявило в среду, что ВКС России и Вооруженные Силы Турции проводят совместную военную операцию в районе Эль-Баба. В операции участвуют 9 российских и 8 турецких боевых самолетов. В тот же день сирийская армия заняла еще две деревни на юге от Эль-Баба, которые были под контролем ИГИЛ, Африн и Расм Алябет, и вошли в деревню Шамер. Совместные усилия Дамаска, Москвы и Анкары с легкостью помогут освободить провинцию Алеппо от оставшихся террористов ИГИЛ, если турецкие военные смогут контролировать своих умеренных джихадистов, действующих в том же районе. Остается напряженная военная обстановка в ДРС Зоре. Правительственные силы при поддержке боевой авиации отражают атаки ИГИЛ. Однако котел по-прежнему разделен на две части, и это и является крупной проблемой для обороняющихся. Группировка боевиков Ахра-Рашам объявила в среду, что она не примет участие в переговорах между правительством и представителями так называемой оппозиции, которые пройдут на следующей неделе в столице Казахстана, городе Астане. Группировка обвинила Москву и Дамаск в нарушении режима прекращения огня и нанесения авиаударов на территории всей Сирии, добавив, что это стало основными причинами, повлиявшими на данное решение. Ахра-Рашам была сильнейшей группировкой боевиков, подписавших соглашение о прекращении огня, заключенной при посредничестве России и Турции в декабре 2016 года. По словам Ахра-Рашам, операция сирийской армии в районе Вади-Борода на северо-западе от Дамаска является примером нарушения соглашения о прекращении огня. Группировка забыла добавить, что правительственные силы начали проведение операции в данном районе после того, как Ахра-Рашам и дружественная ей группировка Джабхат-Ваттех-Ашам, бывшая Джабхат-Ан-Нусра, повредили водопровод в Дамаск. Прошлую ночь в сирийской армии силы национальной обороны захватили перекресток Абос-Алем и Вади-Тамамы, на севере от Дэр-Микрин в районе Вади-Борода. Данный шаг отрезал деревню Афра от остальной части котла, удерживаемого боевиками, и позволил усилить натиск военных на населенные пункты Айн-Аль-Фиджа, Дэр-Микрин и Кафар-Аз-Зиад. Ранее на этой неделе бойцы армии и силы национальной обороны вошли в деревню Айн-Аль-Фиджа. В настоящий момент там идут бои. Еще одна крупная группировка боевиков, Джейш-Алислам, скорее всего, примет участие в переговорах в Астане. Согласно сообщениям, делегацию может возглавить один из лидеров группировки, Мохаммед Алюш. Джейш-Алислам контролирует пустынные районы региона Восточная Гута, и недавно им пришлось столкнуться со значительным натиском со стороны сирийской армии. За решением участвовать в переговорах, скорее всего, стоит критическая военная обстановка, особенно возле населенного пункта Хазрама. Подводя итог данных сообщений, становится очевидным, что Москва и Дамаск придерживаются основного курса своей стратегии, оказывая военное давление на различные вооруженные антиправительственные формирования и вынуждая их сесть за стол переговоров с сирийским правительством. Между тем, группировки и формирования, которые окажутся не способны отделиться от Джабхат Фатеха-Шам и сесть за стол переговоров с правительством, станут полноправными целями для ударов объединенных сил России, Сирии и Ирана. Субтитры создавал DimaTorzok